Я не слышал, что приедет нам просто информация. Ну, не, ну, наверное, что он разговаривал, наверное, наверное, знает. Ну, если приедет, будем, как говорится, разговаривать. Ну, пока не то, что мы знаем, да? Хорошо. Ну, если вы не манеритесь, я просто спрашиваю. Ну, мне кажется, есть возможность реформировать работу милиции и без каких-то серьезных проблем. Ну, честно говоря, если мое мнение, вы спрашиваете. А основное, конечно, ну, я бы хотел видеть реформирование в работе милиции, в первую очередь, законодательно, посмотреть какие-то моменты, которые, ну, если действительно оправданы. Вот. Второе, все-таки, посмотреть на заработную плату на обеспечение сотрудников милиции, потому что, ну, требовать что-то от сотрудников милиции, которые получают зарплату настолько минимальную, а при этом на рабочем месте находится чуть ли не по 14-16 часов в день. Это не очень корректно. по обеспечению сотрудников милиции. Это бензин, столы, стулья и все остальное. Это тоже на молодежь. На новая карта. А? На новая карта, дорогие, не делайте ставку. На молодежь. Почему не делают? Я делаю. Я еще раз говорю. Сотрудник милиции – это не просто моральное состояние, это еще и профессиональное состояние. Для этого его надо научить. Вот научить. Вот пока он не будет понимать, надо уголовно-процессуальный кодекс знать, уголовный кодекс, административный кодекс. Да там перечислять и не перечислить это все. И честно вам скажу, когда мне говорят, за два месяца подготовили и вырастили какого-то асовского специалиста… Два года как минимум. Ну, я не знаю. У нас в наших подразделениях учебных учатся по 4-5 лет. Я бы не сказал, что там где-то оттуда специалисты. Ну, вот так вот, хорошее. А вы представляете, ему приходится работать с человеком. И вот если вы придете к нему, надо будет написать заявление или еще что-то сделать, а он вам ответит, ну, давайте сейчас вызову сотрудника милиции. Ну, не знаю.